И к новостям культуры. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения одного из основоположников казахского кино, режиссера и актера Шакена Иманова. Его фильмы по праву стали классикой отечественного кинематографа, а исполненные им роли считаются образцом актерского мастерства. Современные деятели искусства отмечают, наследие мэтра остается примером высокого дара и полной творческой самоотдачи. Гафу Уали продолжит. Творческий путь Шакена Иманов начал с театра. Актерский талант в студенте Семипалатинского педагогического техникума разглядел писатель Габит Масурепов. Он и пригласил молодого человека в труппу казахского театра драмы в 1933 году. На его сцене Иманов исполнил ряд уникальных и сложных ролей. Безусловно, трудолюбие – основной ключ к успеху. Но Шакен, помимо этого, имел прирожденный талант от природы. Ведь он был самоучкой. Нигде не учился на актера или режиссера. Он усваивал все тонкости профессии уже на практике, как говорится, на лету. И всю жизнь оттачивал мастерство, вплоть до своей последней картины. Айманов снял художественные фильмы, которые вошли в Золотой фонд национальной кинематографии. И самые известные его картины «Наш милый доктор», «Ангел в тюбетейке», «Безбородый обманщик» и «Конец атамана». Он не стоял на одном месте. Каждый его фильм, каждое его творение – это вклад в историю кино, вообще в казахскую культуру. Он освоил все жанры, можно сказать. Шакин Айманов, как я говорила, он был новатором. Он использовал разные техники. И в фильмах, например, «Ангел в тюбетейке» и «Наш милый доктор», он рушит четвертую стену. Он напрямую обращается к зрителю. Шакин Айманова помнит не только как талантливого режиссера, но и как одаренного актера. Зрителям тех лет особенно полюбилась роль веселого обманщика и балагура Алдара Коси. Я с ним был знаком, когда было мне всего 10 лет. Это было в 1966 году. Мы с ним случайно на студии «Казахфильм». Я ей говорю, «Сарапай, Сарапай, смотрите, Алдар Коси идет». Она говорит, «Тихо, тихо, какой это Алдар Коси?» И Шакин Айманов подошел к нам, «Сарапай, взрослый». Тогда я впервые в жизни увидел Шакин Айманова. Первый раз. Шакин Айманов внес бесценную лепту в становление отечественного кино. В честь юбилея мэтра в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова пройдет тематическая кинонеделя. Гафу Али, Кенжи Амраев, Мыхыт Кудыхпаев и Эдуард Кон, 24КЗ, Алматы.